Ну что, друзья, сегодня мы приехали на выставку Орел Экспо 2024. И вот первый стенд, на который мы подошли, можно сказать, с кем мы сотрудничаем. Компания RICO-NV, тепловизионные прицелы. Компания RICO-NV сотрудничает с компанией MOC, московской оружейной компанией, которая делает замечательное оружие, высокоточное нарезное оружие. Тепловизоры как раз появились, пришли. Друзья, будем продолжать снимать, тестировать компанию RICO-NV. Будут новинки. В планах у нас еще поснимать, показать вам доводы прицелы HRS и MRS. Ну и все остальные лесники, у нас их много не было еще на канале. И 19-й сравнение снимем, и 35-й. Так что давайте дальше погуляем по выставке, посмотрим, что-нибудь повыбираем и посмотрим, какие еще тепловизоры здесь представлены. Сейчас мы подошли к стенду группы компании Quarta. Там, где мы покупали с вами карабин в прошлом ролике, ездили в Питер. Вот к стенду GAUT подошли к оптике, да, то есть недорогая оптика от китайского бренда. Называется GAUT фирма. Я думаю, что мы с ней поработаем, ее поснимаем. Широкий ассортимент таких прицелов, как больших с большой кратностью, загонных прицелов, потом форм-фактор компакт. Есть даже фиксированная кратность, четырехкратник. Я вот хочу его сейчас в первую очередь взять, на мелкашку повесить, сходить на рябчика. Я думаю, будет интересно. А сетка, как раньше делала Lippers, прикольная, кстати, не знаю, она у нас, наверное, как... Мы проверим ее размер. Ну да, он фиксированный, чисто четырехкратник. 36-я линза, не 32-я, 36-я, тоже интересно. Легкий прицел, как раз на мелкашку будет классно. Ну и бюджетный есть на пневматику. Вот такая серия, совсем бюджетный. Ждем видео с оптикой GAUT. На PCP-шке снимем. Ну и на огнестрельном оружии попробуем ее, как она будет держать. И барабаны все проверим. Ну, в общем, будем тестировать, как мы можем. Поехали дальше, друзья. Ну что, друзья, я думаю, что у нас скоро появятся, в принципе, и сайтонги на видео на нашем канале. Я еще в них не разбираюсь. Так, как у нас тут меняется палитра. Вот, вижу. Я привык просто к горячим белым. Но здесь, понимаете, здесь на выставке трудно понять его картинку. Ну, судя даже по... А, это 350, это на 344 матрица. Довольно-таки неплохо. Слушайте, довольно-таки неплохо. Заказать у нас их можно в нашем магазине подписчикам со скидкой. Но пока на канале у нас их не было. Я не знаю, появятся они у нас, не появятся. Если нам компания Quarta предоставит такую возможность, выделит нам оптику, мы ее, конечно, будем снимать, тестировать, поем с ней на охоту. Ну, так вот, на первый взгляд, в принципе, я, честно сказать, Норд неплохо. Но надо стрелять, смотреть. Надо стрелять, смотреть. Говорят, что на этих моделях XM есть баллистика встроенная. Жень, я правильно говорю, баллистика встроенная и на XM? На AM и на XM встроенная. И на AM. А, ну вот, даже на AM, друзья, встроенная. Друзья, подошли мы на стенд, наконец-то, компании Tutru. Они же ОЦЕК, группа компании ЦЕК. Но здесь у нас представлены различные, опять же, оптика. ЦЕК, я знаю, завозит. Сваровские у них можно. У нас искать тоже можно. Мы с ЦЕКом работаем, с Tutru. Так что через нас все так же можно заказывать. Опять же, у нас даже будут скидки подписчикам YouTube канала и других наших соцсетей. Мы сюда приехали за новинкой от компании Arcon. Прицелы Arma. Они уже были на YouTube, конечно, эти прицелы. Но вот мы тоже сейчас будем снимать. Хотим на них посмотреть. Давайте здесь посмотрим, осмотримся. Под брендом Arcon еще производится дневная оптика. Что скоро вы увидите на нашем канале. Мы ее потестируем. Мне вот сейчас очень даже понравился вот этот вот прицел. С большой кратностью. Проверить кучность своего оружия очень удобно будет. Три-четвертой труба. И очень хорошая сетка. В этом приборе мы вам покажем шикарную сетку. Очень интересный прибор. Пойдемте дальше. И при этом, естественно, производители оружия, они занимаются этим вопросом. Потому что это может быть плинтер, у которого... Да, мы будем говорить юристы. Мы будем говорить юристы. Поступает у нас Максим Пелевинов, основатель канала и владельца магазина «Максган». Собственно, расскажет путь владельца магазина, расскажет об особенностях работы магазина, введении YouTube канала и ловушки для магазинов, продавцов и производителей. Свой путь я начинал вообще продавцом в оружейном магазине. Это был магазин «Каланчевка», жил в Москве. Потом все-таки решил я открыть и начать свой тернистый путь. И начать с собственного лицензионного магазина. Открывал я его в Московской области, город Дубна. Еще раз повторюсь, магазин называется «Максган». Сразу скажу, что лицензию я уже сдал. Дубна все-таки у нас небольшой город. Это дело там у нас не особо пошло. Но расскажу так вкратце, что было, как открытие магазина, получение лицензии. Мы в первую очередь делаем, так сказать, техкурепленность помещения. Это строим КХО, укрепляем КХО дверями. Двери должны быть описаны в приказе номер 288. Начальник приходит, принимает техкурепленность магазина. Это стены. Стены там тоже все это можно почитать в принципе в интернете. Подробности даваться не будем. Ну, грубо говоря, я помню, что можно строить с бетонных стен минимум 20 мм. Там кирпичная стена минимум 360 мм. КХО у нас идет так же, либо кирпич, либо бетон. Вот, весь этот путь мы проходили. Ну, далее что у нас, да? Получаем все документы. В принципе, я думаю, что этот как бы путь пройти может каждый. Далее мы, естественно, ну, нам нужно чем-то торговать и выставлять витрины. Ну, конечно, закупка оружия, закупка патронов. Берет пачку, грубо говоря, патронов 12-го калибра. Ну, все ее понимают. Она такая довольно-таки объемная, большая. Вот у меня стоит 4 сейфа, да? 3 сейфа у меня под патроны. 3 мм сталь. Под оружие сейф разрешен для юрлиц 2 мм сталь толщиной. То есть, ну, это все отдельно. Пороха отдельно, патроны отдельно, нарезные патроны отдельно, глубокосвольные патроны отдельно. Порох отдельно, оружие отдельно. Значит, мы меряем эту пачку, мы меряем общий объем этого сейфа. У меня получается там, ну, не более 25 тысяч единиц патронов. Я думаю, а если я мелкашечные хочу купить, да, например, вот как, там пачечка маленькая, сколько влезет мелкашечных патронов? Тут не написано в 208 приказе, да, такого, что вот именно по 12-го калибру мы меряем. Нет, патронов действительно не хватало, хотелось привезти и то, и то, да, то есть, я там привозил немножко нарезного, ну, и в основном, конечно, гладкоствольные. Берем весну, охота открывается на птицу, естественно, все продажи гладкоствольных патронов идет весной, да, то есть, осенью он идет, конечно, но не такой большой оборот, что все-таки мы получили, потом пересчитали и нарезные, да, то есть, там, и мелкашечные, там, ну, примерно как-то. И они все влезали. Есть такая тема, как бы без лицензии вам, ну, не дадут подержать оружие в магазине. На самом деле, я этот момент узнавал, я не видел, чтобы это где-то было прописано, да, то есть, это, наверное, уже как-то внутреннее, если, конечно, можешь меня тоже поправишь, было прописано такое где-то, что я там, например, без лицензии не могу в магазине. Я не слышал. Я тоже не слышал. Но магазины не дают, да. Да, на самом деле, я сколько попытался, как бы, эту тему изучить, нигде не увидел в законодательстве, что где-то это запрещено, да, по идее, как бы вы можете прийти. Ну, здесь, наверное, все-таки магазин имеет право внутренние какие-то правила внести, да, то есть, не дать вам это оружие. С собой имеем всегда паспорт, естественно, подтверждающий личность вашу, лицензию на приобретение данного какого-то оружия. Отдаем это продавцу. Продавец имеет право забрать. Все, вы осматриваете оружие, понятно, что лицензия в магазине, вы уже, как бы, потенциальный покупатель. Далее, процедура идет записи оружия, вписывается там, ну, также ваши паспортные данные, вписывается номер оружия, модель оружия, вписывается, в каком магазине оно было приобретено. Далее у нас есть три корешка на лицензии. Ну, все, как бы, вот у меня даже, я сталкивался с такой ситуацией, да, там, что ты мне мой корешок там, отдай мне два корешка. На самом деле нет. Это прописано в приказе. Это действительно, один корешок остается у покупателя оружия, другой корешок остается в магазине, и третий корешок, прям даже на лицензии можно прочитать, направляется юридическим лицом в лицензионку, там, где человек прописан, ну, по паспорту, то есть, именно по прописке, мы, магазин, как юрлицо, обязан отправить его с заказным письмом, чтобы у меня было подтверждение того, что я все-таки направил эту лицензию в указанный срок, там дается три дня, то есть, с момента покупки оружия. Какие еще, да, моменты вот бывают? Ну, покупка патронов, понятно. Патроны продаются по разрешению, калибр тот, который у вас прописан в разрешении. Кстати, есть хитрый момент, и я с этим сталкивался. Вот, кстати, я бы это даже тоже обсудил. Смотрите, да, вот бывает, например, ваше оружие 12 на 70, либо там 12 на 76. Вот, знаете, как-то вот тоже все бывает не дописано, да, что-то не прописано где-то. И мне говорят, вот у вас 12-76, а вы 12-70 купить не можете. Я говорю, а почему? У меня же влезет в патроник 12-70. Хорошо, если бы у меня был 12-70 калибр. Здесь я не спорю, 12-76, наверное, да, он у меня не влезет, я не закрою его, да, то есть еще что-то, ну, это опасно, да, то есть это действительно... А как же, да, 12-76? Вот я приходил, помню, магазин, это было в Москве. То есть я не помню, как, ну, даже, может быть, и помню, я не буду говорить. Прихожу, вот у меня МР-155, 12-76 патроник. А мне не нужны 12-76 магнумы эти, да, то есть я хочу там либо полумагнумы, либо обычные там 32 грамма. Мне говорят, 12-76 покупайте. То есть вот опять, да, вот как вот с ними... Вообще, вот это трудно. Ты же ничего не докажешь в магазине, тебе же сказали, что нет и нет. Ну да, нет, нет, хорошо. Кстати, по поводу тоже ведения книг, да, то есть у нас велись книги, это приход оружия и патронов, да, это юридическая книга, их несколько. Например, я закупаю какое-то оружие, какие-то патроны, да, то есть я веду их отдельной книги, у нас вот есть эта книга. Это, опять же, как ее вести? Вот здесь просто, да, работая в Москве в магазине, я уже имел представление, как писать. Но когда я открыл свой магазин, оказалось, это неправильно. Часто получается так, что трактовка законодательства, да, то есть этого, она бывает в разных регионах по-разному, и мне вот, честно сказать, ну, мне это не нравится, да, то есть почему никак не напишут, вот даже для их... Я понимаю, юрлица – это узкий круг людей, кто открывает там лицензионные магазины, это все очень сложно на самом деле, это, ну, не всегда, наверное, это прибыльно. Нету какой-то там стандарта писания, ведения этих книг, и я вот с этим лично столкнулся, мне это очень сильно не понравилось. То же самое, да, вот помню, мы столкнулись с дверями на КХО, я их менял три раза. Вроде все сделали, там, пруд такой-то, 16 миллиметров, там, шаг этого пруда такой-то, дверь такая-то, замки такие-то, ну, смотришь по приказу, ну, там, наблюдаешь свою дверь, да вроде все правильно. Не, неправильно. Бизнес такой очень трудный, как бы, да, то есть магазин у меня был убыточный, я решил уйти потихонечку в YouTube, больше уделять времени охоте, потому что с магазином никуда не уедешь, все время надо быть на месте, а здесь я уже волен быть, как бы, ну, сам себе хозяин, ни от кого не зависишь. На Новый год там не обязательно быть в магазине, у нас тоже хитрое такое законодательство, прям прописано в 288 приказе, если не ошибаюсь, что интервализацию подронов и оружия мы должны проводить либо за один день до Нового года, ну, до закрытия, либо не позднее, чем через один день после Нового года. То есть это 31 декабря и 1 января. Классно! И это серьезно, то есть это можно открыть, да, 288 приказ и почитать, ну, как бы, почему бы на стоп все не нажать, да, там, грубо говоря, не опечать от КХО, прийти, например, посчитать после праздников эти патроны, все там ответственный, грубо говоря, да, я был ответственным у себя в магазине, супруга у меня была директором, отиск печати там директор ставит, опечатываем, все, ребят, приходим, после Нового года считаем все эти патроны, нет, нифига, 31 декабря, ну, странно. Далее мы уходим, значит, в YouTube, начинаем потихонечку развивать YouTube, делать какие-то видеоролики, ну, там, раньше у нас были, ну, понятно, не умеешь, не знаешь, как, что, какая-то камера была там старая, давай попробуем, но хотя она была хорошая, и она до сих пор есть, начали снимать, и вроде смотришь, народ-то начинает смотреть, прошел год, там, прошел два, подписчиков все больше и больше, пошли какие-то продажи от того, что мы там ролик сняли, да, например, люди смотрят, звонят, говорят, типа, можно у вас купить, да, там, мы хотим у вас заказать, ну, и все, и потихоньку-потихоньку магазин у нас розничной торговли, именно вот такая розничная торговля помещения сошла на нет, ушли во все соцсети, охотимся, тестируем, например, да, то есть тепловизионные прицелы, дневную оптику на своем канале, у нас, в принципе, не только YouTube-канал, мы с недавних пор начали вести и ВКонтакте, там, и в Рутубе, ну, везде, да, то есть, то есть, везде стараемся что-то выкладывать. Есть некоторые, конечно, моменты, опять же, столкнулись с законодательством по поводу рекламы, рекламируем только свой магазин, как я почитал, что имею право я там на своих соцсетях выкладывать свою продукцию, не выделяя, да, там, какой-то один товар, ну, если мы выделяем один товар, то, опять же, есть какой-то Ерит в YouTube, да, то есть, я должен отчитываться. Ужас полный, да, как бы, думаешь, да нет, ну, там начинают звонить, например, мы хотели с вами поработать, но нам нужен Ерит, мы там готовы даже вам заплатить. Думаешь, да я не хочу каждый месяц куда-то что-то там, отчеты сдавать, то есть, ну, ну, в общем, мы остались верны себе, рекламируем только себя, как бы, ну, самореклама, я не знаю, даже эта реклама не назовешь, просто вот тесты приборов, ну, плюс в магазине мы нашим продаем. Ага, да, хорошо. Главный момент вот с рекламой и главный минус для меня, это я привлекаю трафик, то есть, я закупы делаю в Телеграме, это именно что раньше не было проблем, то есть, ты выбрал канал, закинул денег и размещаешься. Сейчас нужно маркировать все это дело, соответственно, либо как-то идти в белую рекламу, ВК, Яндекс, это очень дорого, сильно дорого, потому что НДС у всех, вот, либо как-то вот, как-то вот так. Это тоже очень важный момент привлечения подписчиков новых, потому что органик сейчас очень... Согласен. Поэтому, да, почитав все эти законодательства, я понял и принял решение, что я буду, значит, показывать ассортимент своего магазина, не выделяя какой-то один либо товар, да, то есть, это, кстати, блогерам, может быть, это будет полезно, кто имеет какой-то ИП или еще что-то, что-то чем-то, ну, продает потихоньку, да, что-то. Вы имеете право показать свой ассортимент магазина на общую публику на своем, этом, как его, ну, на своих соцсетях. Я думаю, что с Ютубом, в принципе, все понятно. Введением блога тоже, я думаю, все понятно. С лицензионным магазином я так примерно, конечно, подробности я тоже не хочу там говорить. Это очень долго можно об этом разговаривать, про законодательство наше, как оно написано. Может быть, вопросы? Да, может быть, есть какие-то вопросы у вас. Сейчас у нас ООО, ОО «Максганн» магазин, мы, как и наши соцсети, называются «Максганн», также и ООО «Наш магазин». Занимаемся только оптикой, узкий ассортимент – это только тепловизор, дневная оптика, ну, и там PCP, пневматику, я там с одним брендом работаю, но, опять же, я хочу как бы больше с оптикой, больше с оптикой, да, как бы меньше движений, да, как бы больше вникаешь в тему изучения одного продукта, становишься в этом более профессиональным, и люди начинают прислушиваться как к профессионалу. Я действительно уже большой, ну, у меня опыт и охота, большой опыт я занимаюсь охотой, и с ночной оптикой, да, там тепловизоры, ночные прицелы, потом дневная оптика, вот. Ну, пришлось купить, конечно, очень много оборудования для того, чтобы снимать более-менее хорошую картинку, показывать. Я думаю, что мы на этом не остановимся, будем еще покупать оборудование, ну, по мере возможности, по заработку, деньги, да, у нас там деньги не лежат, мы всегда эти деньги куда-то вкладываем, развиваемся, будем говорить так, вот. Это когда новый закон приняли по воду Ланкастера, полнорезных, это как сказалось на рынке оружейного? Да, это очень, кстати, это очень, кстати, не, я отвечу вот человеку, как владелец оружейного магазина, я скажу, что продажи упали, когда запретили Ланкастер и сделали первое оружие, можно купить двухстволку, я скажу, что 20%, ну, вот, 80% упало вообще продажи. Я продавал там, во-первых, это Ланкастер, во-вторых, это, ну, всякие, как его, 366 ТКМ, Магнум потом 366 вышел, ну, иногда продавались вот эти вот маленькие патрончики, как под 9 мм, я не помню, 345, кажется, калибр. Но, хочу сказать, как охотник, я не против этого законодательства в плане безопасности. Вот это я хочу, честно сказать, потому что я часто присутствовал на охотах и был начинающим охотником, и был, кстати, из тех людей, которые, начинающий охотник, купил себе это оружие Ланкастер, ТК-598, ограниченная техримовская версия, очень мощное, очень точное оружие, летит далеко, на своем примере, могу сказать. И если, когда ты, понимаете, когда ты в первый раз на охоте, там, например, на том же самом, на загоне, у тебя настолько прыгает адреналин, что порой планку, да, может, ну, где-то что-то ты, ну, честно сказать, не дай бог, со мной такого не было, но я знаю, что такое этот адреналин получаешь первый раз. Когда я поехал вообще в первый раз на загонную охоту, и тут на меня лось выходит, у меня двухстволка было, мы стояли на полувышке, со мной, да, с каждым из стрелков был егерь, то есть это такие в каше на него угодья были, вот. Ну, как бы все, молодцы ребята, но даже егерь больше меня нервничал, чем я. Но когда лось шел по номерам, он понимал, что я стреляю вниз с глубокосвольным оружием, но там стоял номер тоже на полувышке, он мне кричал, я прям слышал, стреляй, стреляй, я думаю, это поле, он далеко не уйдет, он отошел от номеров, я уже стал его стрелять, и, в принципе, два патрона у меня было, но лось упал. С ланкастером, опять же, я не исключаю рикошеты, еще что-то, пуля тяжелая, летит, в принципе, тоже далеко, не дай бог, кто-то дернет там навесом, стрельнет, далеко улетит. Ну, в общем, в плане как бы безопасности я не против этого законодательства, а в плане продажи, ну, конечно, да, здесь, ну, я думаю, Техрим и многие производители намучились, но надо что-то придумывать. Кстати, недавно тут смотрел видеоролик про сегодняшнюю выставку, Сергей Бадюк сказал, что, кстати, интересно сказал, мне понравилось, ему сейчас не хватает классических ружей, да, что мы сейчас можем купить из нашего российского классических ружей, охотничьих, я имею в виду, у нас все в порядке в плане высокоточки, в плане военного оружия, вообще вопросов нет, а вот именно классики. Мы что имеем? Иш-43, классическую горизонтальную двухстволку, там, Иш-27, вертикалку, и мы имеем, получается, нарезной болтового заведения карабин, это лось, ну, а что мы еще имеем, может быть, мне подскажут. Иш-18, одна стволка, а из нарезного что мы имеем? Вот, красивая обработка металла, хорошее воронение, ну, вот, например, даже возьмем те же самые производители, да, та же застава, да, вспомните. Не, Блазер-Р-8 не российское оружие, вот я говорю про российское, что мы имеем? У нас нету. Вот почему бы производителю, ну, может быть, будет, ну, как бы посмотреть в эту сторону, я понимаю, в данный момент это будет трудно сделать, потому что сейчас ситуация в стране такая, что, наверное, там то оружие военное больше востребовано, ну, и надо не забывать про нас, про охотников. Тем более, я так понял, что тема это не просто падает, а, наоборот, развивается у нас эта охота. Я смотрю, у меня в магазин приходили молодежь, покупали оружие для охоты, чтобы ходить там на птичку то же самое, учиться, охотиться. Ну, как бы, тема у нас, я думаю, охота в России только растет, поэтому надо производителю в эту сторону посмотреть. И я все-таки куплю себе оружие, если буду выбирать и будет что-то выбрать, это, конечно, в первую очередь я буду рассматривать российское оружие. Вот, я думаю, на этом все. Спасибо всем за внимание. Вот, надеюсь, было интересно. Вот, ну, я с вами прощаюсь. Ну, и хорошей всем выставки. Спасибо. Большое спасибо, Максим. Очень интересный был познавательный рассказ. Спасибо вам. Согласен со всеми тезисами. Лично я. Далее у нас блок. Итак, друзья, еще один интересный стенд мы нашли у наших друзей, с которыми очень давно тоже работаем. Компания «Сервис Охотника». Мы наткнулись на такие интересные тепловизоры. С-Фэйдж. С-Фэйдж скоро у нас появится на канале. Мы их обязательно потестируем, мы с ними поохотимся. Есть интересные модели в форм-факторе, таком минимально маленьком. Есть форм-фактор привычный, стандартный для нас. Значит, что здесь будет? Что здесь будет? Дальномер, баллистический стройный калькулятор. Мы его проверим обязательно. У нас есть где проверить 100, 200, 300 метров. Картинка я уже посмотрел. Ну, первое впечатление. Понятно, мы должны понимать, что это идеальные условия, теплые все. То есть, обязательно съездим на охоту. В каких-то погодных условиях мы их потестируем, посмотрим. Ребята, обязательно снимем, покажем. Цена. Мне понравилась цена. Если у нас есть карабин, конечно, который как раз мы проверяем, как держит отдачу. То есть, любой тепловизор мы также протестируем компанию СФэйдж от сервиса Охотника. Ну, и проверим, как держит отдачу, как вообще работает тепловизор. Ну, и протестируем их на охоте. Друзья, продолжим нашу выставку. Ну, что, друзья, сегодняшний день подходит к концу. Ждем новое видео с оптикой без дальномера. Покажем компактность этих прицелов от компании Рико НВ. Ну, что, друзья, хочу вам сказать, что всем подписчикам, неважно, YouTube, контактам, любую соцсеть, на которой мы есть, а мы есть на любой соцсети, у нас в магазине предусмотрены скидки. Заказывайте прицелы. Получайте консультацию. Ну, а я с вами прощаюсь. Ждем новых обзоров от компании, прицелов от компании Рико НВ. Всем пока!